Музыка Меня зовут Михаил Гуревич, я директор компании «Сладина Стартап» и буду модератором нашей сегодняшней первой секции. Сессия первых лиц о вызове времени и курсе развития телепубликационной индустрии. Призываю всех присутствующих в зале также активно участвовать. Мы ожидаем ваши вопросы. А кроме того, для тех, кто следит за нами по трансляции, имеется хэштег в Твиттере «Телефон2015». Ваши вопросы мы тоже будем видеть и, соответственно, задавать нашим гостям, а может быть, и части из присутствующих в зале. Итак, давайте перейдем к обсуждению. Вы прекрасно знаете, что экономическая ситуация как в мире, так и в стране повлияли на бизнес многих компаний. Отрасль достаточно чувствительна ко всем колебаниям, но потому как, как минимум, зависит напрямую от платежеспособности населения. И в связи с этим телекоммуникационная компания меняет свои стратегии, оптимизирует расходы. Вот на что делать ставку телекомоператора мы, собственно, и будем говорить. Давайте я представлю гостей, которые к нам пришли сегодня. Евгений Васильев, генеральный директор МТТ. Дмитрий Масельский, генеральный директор Эриксона России. Светлана Шамзон, вице-президент Транстри-Кол. Алексей Холдов, генеральный директор Триколор-ТВ. И специальный наш гость Томас Хинзе, представитель сад директоров UBC Астралии. Спасибо всем, кто пришли. К сожалению, часть заявленных спикеров по техническим, или один из них по причине здоровья, не смогли сегодня к нам присоединиться. Надеюсь, что в зале тоже есть представители сутовых операторов, например. И тогда часть из этих вопросов вы сможете поучаствовать в обсуждении, высказать свое мнение. Да и мои гости сегодня имеют взгляд на то, что происходит не только с их конкретно компаниями, но и с отраслью в целом. Потому как одна компания, особенно в телеком рынке, крайне зависит от другой компании. И поэтому будет о чем поговорить. Начнем мы с Глица. И, соответственно, я предлагаю такой формат. Задаю вопрос, и примерно по две-две с половиной минуты давайте выскажемся, поговорим о том, что происходит. Начнем со Светланы Шамзон. Как ли события в экономике на инвестиционные программы компании? Вашей компании, ну и, в общем-то, Ваши ощущения в целом. Спасибо большое за очень интересный вопрос. Мне очень приятно принимать участие в данном форуме. Ну и по сути вопроса, как повлиял кризис. Конечно, кризис всегда в первый момент для компании является таким шоком, поскольку, наверное, кризис несет за собой такие три момента. Первое. Всегда очень дорого стоят деньги, а это значит, это приводит к определенному сокращению инвестиционных программ. И здесь, говоря, наверное, о нашей компании, мы находимся несколько в лучшей ситуации, чем могли бы, поскольку наша компания на период начала кризиса как раз построила достаточно большое покрытие для розничных продаж, то есть подышное покрытие по России, именно в регионах России. И у нас есть покрытие, где просто года два-три можно спокойно продавать, зарабатывать деньги и фактически растить свою аиду. Второе. Во время кризиса существенно всегда дорожает оборудование, потому что оборудование покупается на международных рынках. И это также отрицательно влияет на фактически возможности дальнейших инвестиций. Поэтому в этот период, ну да, все делают акцент на то, чтобы выжимать все, что возможно из того, что уже построено. Ну и, наверное, третье направление, которое в большей мере касается корпоративного бизнеса. Ну, у нас у всех есть базы как частного сегмента, так и корпоративного рынка. И здесь очень важный момент, что корпоративный рынок, он и так достаточно серьезный, там, на сегодняшний день и конкурсы, и постоянная экономия затрат. Корпоративные операторы ищут лучшие варианты, но в кризис, к сожалению, корпоративный рынок в какой-то мере просто ужимается. Если крупные операторы фактически просто начинают экономить на затратах, у них точно так же работает программа сокращения затрат, то мелкие операторы многие уходят с рынком, многие сокращают, соответственно, сети своих салонов или вообще свои собственные розничные сети. Ну и, конечно, при этом просто сокращается количество клиентов, которые могут воспользоваться целиком услугами. Поэтому, наверное, вот это то, какие отрицательные моменты несет за собой кризис. Но, тем не менее, необходимо всегда понимать, что кризис — это, во-первых, понятие временное, и кризис, он заставляет всех подумать, как пережить этот период и создать определенный задел на будущее. Мы чаще всего начинаем думать, как пережить, да, то есть сроки сокращаются. Давайте движемся дальше, спасибо большое. Евгений Васильев. Как ваша компания реагирует на кризис с точки зрения инвестиционных программ? Вы знаете, мы никогда не были лидерами с точки зрения инвестиционных программ, если сравнивать с большой тройкой, и вообще, скажем так, стоп-файв операторов на российском рынке. Мое глубокое убеждение, что современный телеком все в меньшей степени зависит от капитальных инвестиций, все в большей степени зависит от человеческого капитала, от умения быть гибкими, от умения выпускать продукты вовремя, и, соответственно, в этом смысле кризис скорее стимулирует все эти возможности, нежели мешает им. Да, конечно, нам, так же, как и любому другому оператору, пришлось пересмотреть приоритеты. Да, конечно, в условиях кризиса и в условиях дорогих денег очень сложно развивать проекты с внутренней нормой рентабельности меньше, чем 30%, если у вас цена денег составляет около 20, плюс-минус. Понятно, что это все надо учитывать, но я не могу сказать, что мы существенным образом снизили те инвестиции, которые мы планировали, а, скажем так, мы их переориентируем. Это правда. Вот, наверное, мой ответ. А вот как раз вы заметили, что человеческий капитал как раз в самое время в него инвестируют. То есть с этой точки зрения будут какие-то новые такие инвестиционные программы? То есть это как раз возможность? Ну, конечно. То есть самое плохое, там у вас будет еще один вопрос, я на него заранее отвечу. Какие выводы мы сделали из кризиса 2008-2009 года? Вот, наверное, для нас основным выводом было то, что не надо безудержно и безумно впадать в cost-saving. И в первую очередь это касается как раз персонала. Потому что, скажем так, получив некую выгоду 7-минутную на очень коротком этапе, ты можешь на самом деле поставить крест на долгосрочном росте. Поэтому, в общем, хотелось бы стремиться к тому, чтобы персонал всегда был эффективен, вне зависимости от кризиса или не кризис. Но, соответственно, и в тот момент, когда кризис начинается, тоже не делать каких-то резких движений. Мы все-таки еще затронем тему кризиса 2008-го года и уроков. Да, но вот такая анонс, собственно говоря, тем, которые мы будем обсуждать. Но Алексей Холоков, генеральный директор «Триколор ТВ». Да, добрый день, коллеги. И, конечно же, нас кризис тоже затронул, он дотронул всех. Мы, в общем, безусловно, не в безвоздушном пространстве существуем. В связи с кризисом мы, наверное, как и многие, вот как и Евгений сейчас говорил, мы вынуждены были пересмотреть ряд приоритетов по своим инвестиционным программам. Причин здесь несколько. Действительно, очень многие программы, они зависят от инвестиций, выраженных в иностранной валюте. Это покупка оборудования, это покупка программного обеспечения. И, в общем-то, в условиях нынешнего кризиса, на самом деле не только нынешнего, а любого кризиса, одна из главных проблем – это даже не то, что эти затраты выросли, одна из проблем – это то, что эти затраты по долгосрочным проектам, они становятся непредсказуемыми. Мы, в частности, стояли на пороге принятия решения по инвестициям в программное обеспечение, в развитие биллинга, и вынуждены были решения по данному проекту. Но, во-первых, мы вынуждены были разделить этот проект на две части, на ту, которая зависит от валютных инвестиций, и ту, которая не зависит от валютных инвестиций. Рублевые инвестиции, рублевую часть проекта мы стартовали и делали. Валютную мы отложили ровно потому, что проект длинный, он 2-3 года, и основные опасения как раз в том, что мы не понимаем, как будет меняться курс дальше. Ну и также еще вот чуть-чуть затрону вопрос того, что этот кризис, он тоже специфический, он, в отличие от предыдущих кризисов, он имеет еще некоторые такие вопросы, связанные с санкциями, и в этой связи мы тоже вынуждены задумываться и часть решения откладывать, понимая, что при длительных проектах все может быть, может случиться так, что будут наложены на какие-то дополнительные санкции, мы просто не сможем завершить проект, заплатив за него практически всю сумму. Не стоит подождать до появления какой-то определенности, да. Спасибо. Дмитрий Васильский. Спасибо. Добрый день, коллеги. Ну, я очень коротко отвечу. Понятно, что это сокращение затрат. Я в применении нашей компании, вы говорите, но немножко затрону все-таки бизнес-операторов. Понятно, что у них тоже ситуация сложная в связи с сложившейся экономической ситуацией в стране. И мы понимаем это. На нас это сказывается следующим образом. Мы от модели, которая позволяет нам работать успешно, эффективно, а именно, скажем так, работа на масштабах, работа с одним процессом, работа с каким-то установившимся правилом, должны переходить именно в этот период к более индивидуальным подходам. И в этом, наверное, самая главная задача для нас. Именно слушать и слышать то, что наши уважаемые заказчики-операторы высказывают в качестве своих пожеланий, и понимать их ситуацию очень важно для нас. В этом смысле мы затрачиваем какие-то дополнительные усилия и отходим от привычных моделей. Но сами в этом смысле мы, опять же, используем кризис, я думаю, что мы об этом еще поговорим, как какой-то рубеж, когда мы рассматриваем период до и после. И мы уже сейчас думаем о том, что будет после, и выстраиваем свои инвестиционные планы, программу по трансформации компании, чтобы нам выйти из этого наилучшим образом. И на следующем этапе гораздо больше сильный толчок к развитию. Спасибо. Выключилось. Что ж, переходим ко второму вопросу. Я его немножечко переформулирую. Давайте попробуем поговорить о том, не только какой сегмент бизнеса вашей компании пострадал от кризиса, но и, как вы считаете, какие сегменты в целом телеком-отрасли страдают от кризиса наибольшим образом. И как бы вот, у кого будущее туманно, а у кого, наоборот, солнце. А предлагаю немножечко по-другому начать, так что каждый мог высказаться первым. Соответственно, давайте начнем с Евгения Васильева. Вы знаете, очень смешанные чувства от этого кризиса, потому что, действительно, наверное, мы должны были пострадать на рынке корпоративном, потому что в целом, и это не секрет, это абсолютно истинно, корпоративный рынок схлопывается. Но практика показала, что мы на нем чувствуем себя достаточно комфортно. Может быть, это связано с тем, что в портфеле МТТ достаточно много антикризисных продуктов, которые начинают быть воскреплены. Что мы абсолютно четко чувствуем, это снижение объема трафиков, в первую очередь трафика международного. Не секрет, что основными драйверами роста этого направления были, собственно, страны СНГ, в первую очередь Украина, мигранты и роумеры, выезжающие отдыхать. Соответственно, кризис ударил сразу же по всем трем этим драйверам, и в результате мы оцениваем снижение трафика международного примерно на 20%. Трафика реально не хватает. И в этом смысле здесь определенные кризисные моменты очевидно начинают ощущаться. Ну, и какие-то нишевые направления, такие, которые наибольшей степени заточены на бизнес-активность, на те сегменты бизнеса, которые наибольшей степени от кризиса пострадали. Я имею в виду, например, колл-центры, аутсорсингу, да, здесь мы тоже видим определенное падение, снижение активности и значительную ценовую эластичность. В целом, ситуация пока еще, может быть, по инерции, но будет вполне себе нормально. Спасибо. Алексей Холдович, продолжите. Да, ну, у нас дело в том, что если говорить про нашу компанию, про наш сегмент рынка, телеком, рынок достаточно молодой, поэтому у нас на самом деле произошли изменения, которые больше связаны, на мой взгляд, с ситуацией на рынке, именно с возрастом этого рынка, с его взрослением, да, то есть период бурного роста прошел, сейчас рост идет не такими большими темпами, и здесь кризис скорее просто этот процесс сделал, что ли, немного жестче, немного его форсировал. То есть мы ожидали меньшего замедления рынка, нежели оно сейчас по факту происходит. Но, тем не менее, абонентская база, несмотря ни на что, растет, правда, не теми темпами, как мы рассчитывали. Это, безусловно, это видят все. И также те изменения, которые у нас произошли, если говорить про сегменты, один из сегментов рынка, на которых мы работаем, это те услуги, которые мы оказываем телеканалам по вещанию их сигнала на территорию охвата. Здесь, конечно, изменения тоже произошли, но мы их больше связываем не столько с рынком, сколько с теми изменениями в отрасли, которые произошли в конце прошлого года. Конечно, кризис тоже на этом сказался. Ну, как вы знаете, в прошлом году были приняты законодательные изменения по рекламной модели, и здесь часть телеканалов отпала и не смогла платить ровно потому, что у них, в принципе, исчезли рекламные доходы в силу изменений в законе, а часть телеканалов резко снизились их возможности, их платежеспособность в силу сокращения рекламного рынка и рекламных бюджетов. Вот, наверное, основные изменения, которые можно отметить вот на рынке спутникового телевидения. Спасибо, Алексей, Дмитрий Васильский. Вот, может быть, все же больше про, в целом, про телекоммуникационную отрасль. Какие сегменты не страдают? Ну, вы знаете, я могу просто сделать какой-то шаг назад и посмотреть то, что было, но я, наверное, будем говорить о 2008-2009 году. Просто мы это видим, опять же, во всем мире, что телекоммуникационная отрасль достаточно устойчива, то есть и в России это было в то время, не было настолько серьезного, ну, что ли, спада, да, как мы видим в других областях. То есть и Россия в ряде стран, когда вы посмотрели на 25 стран, занимала 24-ю строчку в списке стран, которые, скажем так, пострадали, если можно так сказать, от кризиса именно в телекоммуникационной отрасли. То есть только 10-11, по-моему, процентов людей снизило свои заплаты на мобильную связь. И я думаю, в этом смысле мы находимся в очень хорошем положении, поскольку это очень фундаментальный сервис, динкновационные услуги и мобильная связь, прежде всего, широкополосная связь и развитие, которое мы видим, оно не останавливается возможно, замедляется, мы видим замедление ОМКО, безусловно, уже даже в 2014 году в России, в 2015 году очень скромные прогнозы, но в целом оптимизм сохраняется, потому что очень сильные фундаментальные тенденции для развития. нам еще развиваться и развиваться, прежде чем. Безусловно. Светлана. Я как представитель оператора, который работает как раз на рынке ШПД, наверное, скажу о следующем. Безусловно, кризис повлиял достаточно сильно, и если четко приоритизировать, то в первую очередь, конечно, на корпоративный сегмент, и это было в кризисе 2008 года, это повторилось сейчас, по совершенно объективным причинам, потому что как крупные, так и мелкие компании находятся в той ситуации, когда деньги стоят дорого, когда необходимо выжить, когда необходимо экономить затраты, и именно поэтому, как я уже говорила, все крупные корпоративные клиенты идут по системе косткатинга, сокращают свои затраты на все, на что можно, и в том числе, скажем так, наверное, не сокращают, это более правильно было бы назвать, оптимизируют затраты на телекоммуникационные услуги, то есть, скажем так, хотят получить тот же пакет, но за меньшие деньги. Что касается такого среднего малого бизнеса, ну и даже крупного бизнеса, который там расположен в одном регионе, там во многом точно так же оптимизируются сети, закрываются там часть магазинов, часть салонов, просто, скажем так, сети становятся более ужатыми, часто пользуются услугами партнерства и аутсорсинга, где, естественно, просто сокращается количество клиентов, и за счет этого, как и всегда, корпоративный рынок в периоды кризиса, он сжимается. Но есть еще один очень важный момент, о котором вообще говорят, ну, если говорить, какой сегмент максимально пострадал, максимально, конечно, пострадал корпоративный сегмент. Наверное, дальше я на этом остановлюсь в следующих вопросах более детально, но в условиях вот того кризиса, который мы сейчас переживаем, надеюсь, что вот по той ситуации, которая сейчас идет, мы уже начинаем из него выходить, все-таки несколько изменился профиль и изменились потребности такого основного сегмента, это массового рынка, это наших абонентов физических лиц. В условиях кризиса, как правило, этот сегмент всегда растет. Рынок ШПД сейчас находится в принципе уже в периоде насыщения. И здесь мы, наверное, чуть дальше поговорим о том, как изменился профиль самого клиента физического лица и профиль его употребления. Но ответ на вопрос, конечно, страдает корпоративный сектор. Окей. Государство еще один такой активный игрок на рынке телекоммуникации. во всяком случае мы слышим достаточно большое количество государственных инициатив, чтобы такого сделать на рынке, как улучшить, что ограничить, что нужно построить. Но давайте попробуем подойти к этому с точки зрения компании. И я бы хотел спросить вас, а что вы какие, например, условные три шага ожидаете от государства в предстоящем году, что пойдет на пользу телекоммуникационной отрасли? А Дмитрий Васильевский, давайте попробуем начать с вас. Ну, вы знаете, я хотел, наверное, просто провести некую параллель с тем, опять же, что происходит в мире и насколько регуляторика вообще важна для развития индустрии. привести Соединенные Штаты как пример, где, на мой взгляд, очень разумно регулятор ведет свою политику и на протяжении уже достаточно долгого времени индустрия себя очень хорошо чувствует, то есть развивается темпами в среднем гораздо выше, чем, например, в Европе. Ну, есть масса других, конечно, факторов, но один из них это, безусловно, политика регулятора. И я вижу параллель в том, что делает сегодня основные регуляторы в России именно ближе к тому, что происходит в Штатах, чем в Европе. Потому что индустрия стимулируется, индустрия не, скажем так, не ограничивается, достаточно быстро вводятся какие-то новые частоты, технологическая нейтральность, опять же, очень хороший пример. Поэтому я бы очень хотел, чтобы именно и дальше так продолжалось в России, потому что европейский пример мне в меньшей степени импонирует. И более конкретно, ну, наверное, как мы уже говорили, да, про частоты, я надеюсь, что будет скоро и DDD, и Cali Education, которые мы увидим. Очень важно для повышения эффективности именно этих частот, да, и эффективности вообще работы оператора именно в этот период, скажем так, помощь регулятора не помешает. Ну, и в общем и целом, в кризисный момент не нужно делать резких движений, и ощущение стабильности тоже очень важно для бизнеса как такового, то есть с точки зрения государства всячески поддерживать эту церковь, эту чувству стабильность. Выключается у меня здесь микрофон, Света Ложевна, давайте продолжим, что вот государство может дать вам в этом году? Наверное, я буду отдельно конкретно здесь, как представитель оператора, у которого тоже стоят определенные моменты, мы точно так же оптимизируем свои затраты в период кризиса, и именно поэтому есть четкие моменты, которые, наверное, мы бы хотели увидеть, законодательную инициативу увидеть. Первое, то, о чем мы уже очень давно говорим, это упорядочение взаимоотношений с ТСЖ для операторов ЖВД при входе в дома. Сейчас очень много делается и есть инициативы по изменению закона о связи для того, чтобы, скажем так, облегчить для операторов вход в дома и использование недавнего инфраструктуры. Но эти шаги должны быть более конкретными, они должны касаться не только закона о связи, но и тех законодательных актов, которые с ним связаны, так скажем, и жилищного кодекса, и, наверное, вот этого шага международа первого. Второй момент. На сегодняшний день речь идет о том, что за счет фонда универсальной услуги строятся сети, в том числе строятся до населенных пунктов с населением 250-500 жителей. Очень важная программа, это действительно цивилизация России. Но, наверное, здесь таким важным шагом мог стать недискриминационный доступ к инфраструктуре, которая будет построена, потому что, скажем так, бороться с цифровым неравенством одному оператору несколько сложнее, чем нескольким, которые строят сети в регионах. Ну и, наверное, еще третий очень важный момент. Сейчас достаточно много внимания уделяется использованию, скажем так, пиратского, нелегального контента. И здесь операторы оказались очередной раз, скажем так, той границы или тем постам, через которые это пытаются делать. То есть, фактически, не те, кто производит контент, и те, кто его размещают в интернете, по факту отвечают за то, что он доходит от клиента. Эту ответственность во многом возлагают на операторов. Но операторы из-за этого вынуждены фактически дополнительно в это инвестировать. Что, наверное, вот в текущем периоде не очень правильно, потому что все-таки роль операторов и операторов ШПД это предоставить услугу доступа в интернет, фактически предоставить клиенту канал. И чем он будет пользоваться по этому каналу, наверное, это все-таки вопрос не к оператору. Поэтому здесь, наверное, хотелось бы вот именно такого взгляда регулятора в эту сторону. С одной стороны, операторы говорят, что авторские плавания к нам, но пользователи это наши. тиссонанс возникает достаточно регулярно. Дело в том, что мы являемся все-таки каналом. Мы являемся тем каналом, который предоставляет доступ практически ко всему. То есть это и почта, это и, скажем так, услуги, которые общение между людьми, но точно так же и доступ к контенту. Но доступ к контенту это все-таки не услуга самого оператора. То есть чтобы государство не заставляло вас инвестировать в эту подругу фактически в то, что доступно, что нет. На сегодняшний день в это вынуждены инвестировать оператор. Евгений Васильевнов, продолжите с этим. Пожалуйста. Так сложилось, что государство у нас играет две очень важные роли. Первое это естественный регулятор. Хотя во многих странах кстати не очень естественно. И второе это крупнейший заказчик, потребитель услуг. Вот те роль государства, которые играют как заказчик, если он будет снижаться, я считаю, это приведет к оздоровлению и в общем-то к какой-то может быть очищению ландшафта рынка, потому что естественно она вносит определенный диссонанс. И заказчик всегда наносит определенный диссонанс. тем более что в общем система использования системы представления услуг для государства как для заказчика это в общем система не всегда прозрачная. если рассматривать государство как регулятор то я всегда говорил повторить что с моей точки зрения когда мы говорим о регуляторике мы должны помнить о трех субъектах такой регуляторики это потребитель это профессиональные участники рынка и это собственно государство у всех есть свои интересы и очень важно чтобы когда в том виде намативная база развивалась вот этот баланс интересов он соблюдался в этом смысле кризис это конечно очень важный момент когда не хотелось бы перетягивания каната в этом балансе на сторону государства на сторону потребителя на любую из этих трех сторон что это значит практически плоскость очень не хотелось бы чтобы были продолжены попытки дополнительного ограничения и дополнительных неких требований налагаемых на операторов связи вот сейчас господин Клодов прекрасный пример привел как некие изменения на рынке рекламы существенным образом сказалось на всех в том числе и на пират то же самое касается дополнительных требований по персональным данным дополнительных требований по САРМу и так и тому подобное то есть никто не спорит с тем что такие вопросы стоят на поиске дня их надо решать но боюсь что мы не всегда выбираем наиболее эффективный способ их решения простой пример если мы говорим про вопрос касающийся САРМан мы давно обсуждали профессиональное сообщество да и с регулятором вопрос аутсорсинг САРМан это значительно снизило необходимость инвестиций особенно для малых операторов но вопрос пока до сих пор не решен и так далее то есть таких вопросов еще много резюмируя с моей точки зрения основная задача государства сегодня не создавать дополнительных барьеров административных инвестиционных для профессиональных участников хотя бы решите вопросы которые уже накопились сегодняшнего дня давайте завершим эту тему про государство да ну здесь от государства мы конечно все прежде всего хотим стабильности правда будучи реалистами мы не рассчитываем на стабильность которая на которую государство влияет лишь отчасти вот я уже говорил сегодня о тех изменениях отрасли которые произошли за последний год я не берусь там сравнивать больше ли всего пришлось этих изменений на нашу отрасль или меньше всего но их было очень много и поэтому вот нам прежде всего хотелось бы некоторой стабильности в области регуляторики хотя бы некоторое время для того чтобы те процессы те изменения которые уже произошли в прошлом году чтобы они устаканились чтобы отрасль нашла какие-то новые форматы взаимодействия между ее участниками чтобы как-то выровнялась экономика отрасли в целом поэтому вот именно такой стабильности которая на наш взгляд полностью в руках государства и государство могло бы эту стабильность дать именно такой стабильности мы ждем ну и как следствие из этого мы бы хотели конечно же чтобы государство больше слушало прислушивалось бизнес сообщества понятное дело что у государства свои цели эти цели лежат не только там в области бизнеса но и в области домохозяйства эти интересы иногда расходятся иногда расходятся кардинально иногда приходится выбирать между тем и другим но на мой взгляд то полезное что государство могло бы сделать как минимум в этом году и это то о чем сегодня уже тоже коллеги много говорили это хотя бы прислушиваясь к бизнесу воздержаться от тех решений которые приводят каким-то большим требуют каких-то больших существенных инвестиций от бизнеса в инфраструктуру приводят к какому-то увеличению расходов потому что и экономическая ситуация на сегодняшний день не дает расслабиться и изменения у нас в регуляторике которые произошли требуют некоторые адаптации если сейчас еще будут происходить какие-то изменения требующие дополнительных инвестиций это будет достаточно сложно для бизнеса поэтому если бы государство прислушивалось и смогло бы от таких решений воздержаться мне кажется от этого бы выиграли все и бизнес и потребители о том что государство должно воздерживаться как минимум один фактор если бы продолжить этот вопрос ну бывает решение которые кем-то воспринимаются как спорные но отрасли и тут плюс например хранение личных данных россиян мы можем долго обсуждать хорошо это или плохо но во всяком случае это да уже привело к строительству новых дата-центров к поднятию как бы этой отрасли это в принципе тоже регуляторика из каких-то положительных вы не ожидаете вот я вижу со мной Евгений не согласен куда у вас статистика по строительству нового насколько я общался скажем так с представителями исследовательских компаний которые говорят что в результате например этого закона да будут появляться новые дата-центры и это как бы в плюс может дать отрасли ну вы знаете любая профессионистская политика любая политика закрытия границ она на каком-то коротком периоде приводит к внутреннему росту ну это такие азоэкономики которые не хочу сейчас здесь для всех повторять все это знают отлично но в долгосрочном периоде мы естественно столкнемся с другими проблемами гораздо более сложными проблемами отсутствия компетенции проблемами не очень конкурентоспособных продуктов внутри нашего предела и так и тому подобное и вот здесь естественно есть очень важная задача естественно нельзя никуда деть того геополитика которая на следующий день сложилась ее надо учитывать с этим никаких спор нет просто очень важно пройти между капель и найти тот самый компромисс между открытостью необходимой для такого глобального рынка как телекоммуникации как IT и соответственно государственного интереса такие тактические временные плюсы не не надо чтобы мы за деревьями леса не увидели я бы так сказал уважаемые участники у нас последний вопрос блиц и ожидает вас тоже участие в нашей секции соответственно ожидая ваши вопросы только сразу предупреждаю что нужно представляться компанию которую представляете ну а мы переходим к последнюю вопросу облиц опроса который был наиболее популярен и несколько раз уже анонсирован в рамках нашей сегодняшней секции собственно говоря какие какой опыт кризиса 2008-2009 годов оказался полезным для компании сейчас ну и какие ошибки которые были допущены тогда важно не повторить завтра Светлана давайте с вас спасибо большое что именно в этом вопросе вы мне первое предоставили слово наверное компания Транстелеком является таким типичным примером того когда из прошлого кризиса были сделаны очень серьезные выводы и скажем так что то что происходит сейчас мы переживаем практически спокойно растем у нас растут доходы у нас растет аэбида что было в период 2008-го года на тот момент Транстелеком был чистым магистральным оператором и естественно очень сильно пострадал во время того кризиса значит основными клиентами Транстелеком были сотовые операторы которые в тот период построили собственные сети магистральные по стране и начали очень быстро уходить от Транстелеком естественно Транстелеком терял его ручку и чуть было не отказался вообще на уровне совсем провала компании, то есть компания уже генерировала рынки. Ровно перед кризисом компания сделала такую попытку уже в 2008 году в самый последний момент выйти на розничный рынок. Понятно, что розничный рынок требует больших изначальных инвестиций, поэтому в этот период тогда это просто уже не успело получиться. Поэтому в 2010 году была разработана, в 2011 году принята стратегия компании 11-15, которая была ориентирована на розничный рынок широкополосного доступа. Компания в 2011-2013 году инвестировала в этот рынок, строила сети доступа, причем строила их на тех рынках, где мы в принципе в том числе решали и государственную задачу, задачу ликвидации цифрового неравенства, потому что наша компания получала много премий, потому что мы строили свои сети в тех городах, где присутствовал либо только Ростелеком, какие-то небольшие операторы. Фактически мы шли туда первыми из коммерческих операторов, и мы успели построить эти сети. У нашей компании было определенное преимущество, мы могли выходить, поскольку наша сеть идет вдоль железных дорог, и мы можем выходить в небольших городах. Значит, на сегодняшний день мы присутствуем в 246 городах России. Это, наверное, по количеству городов, мы следующим после Ростелеком являемся, чем-то коммерческим оператором на этом рынке. Мы предоставляем услуги широкополосного доступа, и на сегодняшний день наша абонентская база превышает 1 750 000 абонентов. Получается, что вы повторяете в 2008 году? Нет, мы уже на сегодняшний день, база именно клиентов физических лиц уже очень большая, и она позволяет нам на сегодняшний день не зависеть от корпоративного рынка. Мы устойчивы за счет того, что есть сегмент, о котором я как раз и собиралась говорить достаточно много, это сегмент физических лиц. Это тот сегмент, который по опыту прошлого кризиса очень активно рос, потому что именно в эти периоды достаточно много людей, которые, к сожалению, теряют работу и занимаются фрилансерством, и в связи с этим интернет является фактически их основным средством для того, чтобы работать. Очень много людей не имеют возможности оплачивать какие-то курсы и ехать куда-то учиться, и интернет для них является единственной возможностью получать знания и получать тот опыт, который потом им позволяет зарабатывать деньги. Плюс к этому, скажем так, все равно в кризисные или не в кризисные времена телегом активно развивается. Развивается все то, что охватывает наши... Например, сейчас речь идет о том, что уже такие вещи, как классные журналы, родительские собрания в школе, они проходят через интернет. Именно поэтому очень сильно меняется сам сегмент, и его потребности становятся значительно больше. Да, сейчас мы переживаем там сложный период, когда физические лица точно так же хотят лучший уровень сервиса за меньшие деньги, но тем не менее, именно этот сегмент является очень стабильным потребителем. Хорошо, в случае в кризисной веке. Собственно говоря, это и надо ориентацию на потребителя, и надо повторить право кризиса. Мы все время говорим о том, что фактически рынок определяет абонент, что он хочет, за что он готов платить. И именно поэтому вот этот опыт, который мы из Литвии пошли на розничный рынок, сегодня дает нам возможность известность на существование. Это результаты. Спасибо, Адмитрий Мазельский. Продолжите. Да, но я думаю, сегодня будем еще и на этой сессии, и дальше в программе много говорить о том, куда движется рынок. Взгляд назад я просто даже, могу сказать, не то, что 2008-2009 год, а с момента прихода меня в индустрию, в компанию, 15 лет назад. Вот одни кризисы. Знаете, и очень хорошо, что в это время компания может, скажем так, провести какие-то реформы под давлением отчасти этого кризиса. Я пришел, когда в компанию, у нас сработало 100 тысяч человек. Буквально через пару лет осталось 50 тысяч. То есть изменения колоссальные. Ну, я, может, немножко утрировал, но действительно масштаб изменений был именно такой. И сегодня порядка 130 тысяч человек. Компания совершенно другая. То есть трансформация происходила отчасти под давлением внешних факторов, но эти внешние факторы, они сделали это отчасти возможно. Потому что иначе нам самим, вот если все хорошо, к следующему этапу развития так просто не подойти. То есть мы расформировались с компанией, которая занималась исключительно оборудованием и телефонами, в компании, у которой основная часть людей работает в сервисе. Есть параллели, есть, безусловно, очень большие отличия. Масса есть комментариев на эту тему, но, конечно, есть параллели, безусловно. Потому что это недавний, самый недавний кризис, который ближе всего подходит к тому, какое состояние находилось в нашей индустрии. Хотя, конечно, если бы он старшинствует. Призошли колоссальные изменения в том смысле, если говорить о наших уважаемых операторах, то на чем они сегодня зарабатывают деньги, даже это вот сегодня выглядит совершенно по-другому. То есть простой бизнес-модели, когда все их доходы были основаны на голосовой связи, даже это уже выглядит совершенно по-другому. То есть передача данных становится основным двигателем для бизнеса. И это было не так в 2008 году. Правильно? То есть сегодня усложнилось, даже помимо кризиса усложнился сам бизнес. А кризис сносит... Это еще... Свои нюансы, краски. Спасибо. Анатолий Федорович, продолжите. Ну, мне на самом деле очень тяжело продолжать тему, потому что наша компания слишком молода, да. Мы кризис 2008-2009 года, если можно так сказать, пережили еще со всеми детьми, поэтому каких-то там больших потрясений для себя в этот период не помним. И каких-то уроков извлекать. Но, опять же, даже уроки извлекать, даже вот то, о чем говорил Дмитрий, на самом деле каждый кризис, он, во-первых, сам по себе уникальный, несмотря на общую схожесть. Ну, и действительно каждый кризис, он происходит в совершенно новой среде, в совершенно новом состоянии рынка. Это совсем другой рынок, совсем другие абоненты, совсем другие потребности этих абонентов, совсем другой может оказаться портфель услуг. Поэтому, ну, действительно, кризисы, наверное, похожи между собой лишь тем, что это период, в который надо там собраться, в который нельзя опускать руки, в который надо там, не знаю, работать с двойной отдачей, принимать, не бояться принимать решения, принимать их, делать то, что решили. Ну, вот на этом, наверное, все сходство между кризисами заканчивается. Все остальное уникально. Причем к всеми кризисами, согласен. Спасибо. Евгений Васильев, давайте закроем тему кризиса 2008 года. Давайте закроем. Согласен со всеми предыдущими ораторами. Хочу сказать, что принципиально разные кризисы для нашей отрасли. Наверное, не для страны, но для отрасли точно разные. Почему? Потому что 2007-2008 год, 2009 год, это еще годы, когда наша отрасль активно развивалась. Я говорю о классическом телекоме. Еще не закончена была окончательно волна, связанная с мобильной связью. В полный рост поднималась волна, связанная с ростом ШПД. Только что вышел на рынок такой продукт, как iPhone. И, соответственно, огромные надежды, связанные с развитием беспроводного ШПД и так далее, и тому подобное. То есть в этих условиях, почему это важно для отрасли? Огромный выбор для потребителей, огромное желание потребить услуги связи. Вот это все присуще было 2008-2009 году. И в этом смысле, если корпоративный рынок просел довольно серьезным, то рынок частный, B2C, он почти не заметил кризиса. То есть потребление росло. Люди были заинтересованы в получении каких-то новых услуг, которые появляются на рынке. Другое дело сейчас. Надо честно признать, что классический телеком, он фактически стагнирует. Об этом уже Светлана сказала. Даже рынок ШПД, который был долгое время драйвером развития этого рынка. Я говорю, сейчас я фиксирован в ШПД, а беспроводном ШПД. Ну, в общем, не видно на сегодняшний день, что это тот локомотив, который этот рынок вытащит из трясин. Единственный рост, который мы видим сегодня, это вот этот, да, ну вот, собственно, там определенная динамика наблюдается. И может быть, именно потому, что мы достаточно активно играем на этом рынке, мы в меньшей степени видим последствия этого кризиса. А вообще, если в целом, какой можно сделать вывод и урок из Кризиса 2008 года в проекции компании МТТ, я думаю, что как раз главный вывод следующий. Не надо в угоду сиюминутных желания сократить косты, забывать о стратегии развития. Это первое. А второе, не надо все яйца пласть в одну корзину. Необходимо диверсифицироваться об этом. Обязательно сейчас поговорим. То есть нельзя быть оператором на моноуслуги. Это всегда приводит к печальным последствиям. Спасибо большое. Спасибо всем, кто участвовал в нашем ГЛИЦе. У нас буквально есть пять минут на два-три вопроса из зала по тому, что мы обсуждали в первой части. Есть ли вопросы? Это я вот уже вижу. Представьтесь, пожалуйста, и компанию, которую вы представляете. Александр Галыч, Пешевдов, Вестик Связи. Здесь один креативный человек в программе включил вопрос, который хотелось бы услышать. Сколько операторов нужно России для эффективно обеспечения с элигерными слогами связи? Это мы обязательно обсудим. Это у нас как раз заложено. Давайте все же заявленные вопросы в программе не будем сейчас отдельно задавать. Тогда я бы хотел узнать еще одну вещь. Как операторы относятся к такой вещи, как сетевой нейтралитет? Сегодня в Америке, в Европе его активно вводят, где-то абсолютно, где-то с ограничениями. Я понимаю, что операторы этим недовольны. Вот их отношения хотелось бы услышать. Кто готов вызваться? Спасибо большое. Если можно, я отвечу на этот вопрос. Являясь в большой мере представителем как оператора розничного рынка, так и магистрального, причем так и базового магистрального, понятно, что к сетевой нейтральности мы относимся на серьезное отрицание. Нам есть не почему. На сегодняшний день, скажем так, отдельно телегом-отрасль уже не существует. Существуют медиакоммуникационные отрасли, которые базируются на интернете. То есть фактически три направления сейчас создали некую такую эксистему. Они не живут отдельно. И говорить о том, что, например, кому-то нужен интернет без того контента, который в нем есть, нет, не нужен. Кому-то нужен канал связи только для почты, тоже не нужен. Нужно все вместе. И когда вот понимаю именно так ту услугу, которую мы на сегодняшний день представляем, и глядя еще на одну очень важную сторону рынка, что, даже не рынка, а скорее развитие технологий, на сегодняшний день контент тот, который производится, он производится в очень высоком качестве. И есть уже технологии, которые нам позволяют смотреть и 3D, и 4K. И абоненты хотят это увидеть именно в том виде, как произведено со всем этим качеством. Это несет за собой такие серьезные последствия для операторов. То межмагистральная сеть должна позволять весь этот тяжелый контент через себя прокачивать. Потому что в противном случае просто та услуга, которая делается, она до клиента не дойдет. А для этого нужны очень серьезные инвестиции фактически в дальнейшем ощутиме сетей. К чему может привести сетевая нейтральность, когда в эту сеть идет абсолютно все в конечном итоге, те, кто инвестирует в производство контента, инвестирует в то, чтобы этот контент агрегировать, и в то, чтобы это донести до клиента по сети, окажутся в той ситуации, что их услуга до абонентов в должном качестве не дойдет. Потому что за счет того, что сети будут перегружены, и через магистральную сеть просто вот этот трафик не пройдет. Именно к этому может привести сетевая нейтральность. Сетевая нейтральность говорит о том, что в сеть с равным приоритетом идет абсолютно все. Независимо от того, сколько потребляют, независимо от того, в каком качестве, независимо от того, оплаченные легальные и нелегальные. Ну вот, наверное, ответ на этот вопрос, что да, возможно, какой-то элемент сетевой нейтральности может быть, но он должен быть очень четко регулируем, потому что главным все-таки является наш с вами абонент, который позволяет нам всем существовать, за все это платить деньги. Главное, что он хочет получить. Все благие намерения должны соотноситься с реальностью. Абсолютно. Я ровно об этом и говорю. А вот такой безудержный подход, как сетевая нейтральность, может просто привести к обратному эффекту. Спасибо. Есть еще вопросы в зале? На данном этапе вижу, что нет. Ну что ж, давайте двигаться дальше. Мы говорили уже в рамках Блица о том, что нужно хеджировать риски. Как раз Евгений Васильевич об этом сказал. Или хеджировать бизнес. Я так по всей этой салону корзину. Вечный вопрос. Развиваться только в России или выходить на зарубежные рынки? Вот как раз у вас есть, насколько я понимаю, мнение по этому поводу. Это как раз такое хеджирование риска. Ну, безусловно. Это один из способов хеджирования. Очень серьезный. И слава Богу, мы потратили много усилий за последние несколько лет для того, чтобы создать такие продукты, которые легко адаптируются, легко портируются на любой региональный рынок. Поэтому, да, если говорить про МТТ, то для нас одним из пунктов антикризисной программы является вывод части наших продуктов на рынки зарубежные, где страновые риски на сегодняшний день меньше. И это, в общем, не единственное, но один из важных для наших пунктов. Да, прямо сейчас, в этом году, мы планируем запустить еще несколько продуктов. Облачных, в первую очередь, продуктов, которые, мы уверены, будут успешны, в том числе и на западном рынке. То есть отношение цена-качество. С другой стороны, если говорить о сотовых операторах, которые здесь не присутствуют, там, например, часть активно идет в страны СНГ, зарубежь и так далее. Некоторые, наоборот, говорят, что наш рынок только в России, мы никуда не хотим с него сдвигаться. С точки зрения, в принципе, отрасли в целом, как правильно в данном случае действовать? У нас действительно очень хороший телеком, у нас низкий арбул у сотовых операторов. При этом все растет и развивается. Может быть, наш опыт действительно нужно использовать за рубежом, и это один из вариантов развития кризиса. Знаете, я бы, наверное, на это ответила немножечко иначе. Дело в том, что у нас, то, что у нас очень низкий арбул на рынке, наверное, для его дальнейшего развития не является очень хорошим фактором. И, скажем так, что то, что у нас сейчас за 300 рублей можно получить широкополозный доступ в 100 мегамит в секунду, на европейском рынке это продается где-то за 40-50 евро. Мы же живем при таком арбул, значит, это такой уникальный опыт. Значит, для них этот арбул нормальный. И вопрос заключается в том, да, конечно, очень сильно влияет уровень жизни, конечно, очень сильно влияет уровень доходов. Но при этом на сегодняшний день, я просто приведу такой вот совсем общий пример. Наверное, есть только одно, что мы когда забываем дома, мы домой все-таки возвращаемся, это наш смартфон. Потому что можно забыть кошелек, можно забыть ключи. Без смартфона фактически мы забыли все. Это нет никаких контактов, в нем вся наша жизнь. И это на сегодняшний день для нас стало, наверное, вот услуги связи, услуги вот всей этой коммуникационной отрасли, они для нас стали, ну, скажем так, жизненной необходимостью. То есть это то, без чего мы не можем жить, как без воды, без еды, точно так же без связи. Вот, и именно поэтому говорить о том, что именно это может дешево стоить, нет, не может. И вот, на мой взгляд, мы сейчас, вот в текущей ситуации, мы, знаете, вот называется, коснулись дна. И, по идее, арпу на нашем рынке, он должен начать двигаться в сторону положения именно в силу того, что услуга очень серьезно востребована. То, что востребовано, оно должно соответственно стоить. Другой вопрос, что это должно быть хорошо дифференцировано, потому что это должно быть доступно всем. Значит, цена услуги, она тоже должна быть разной для разных сегментов. Почему я привела такой пример? Значит, тот, кто не может платить 50 евро за 100 мегабит в секунду, в уголочном пользуется скоростью от 5 до 10 мегабит в секунду и платит за это другие деньги. Вот, наверное, это то, к чему все-таки нам придется прийти, потому что в противном случае это точно так же будет приводить к тому, что у операторов, которые все это строят и вкладывают в инфраструктуру, в тот момент, когда эту инфраструктуру надо будет умощнить, просто не будет денег на инвестиции. Это, скажем так, это некая экосистема, которая должна себя восстанавливать для того, чтобы соответствовать развитию очень многих направлений. То есть это и качество контента, это и гаджеты, которые покупает население, и тот уровень сервиса, который население получает. И здесь, наверное, просто на это нужно ориентироваться. Весима Светлана, вот Митя Масельский, мы как раз, Светлана сказала, что мы коснулись дна, вот как вы считаете, покупательная способность населения, если мы коснулись дна, она будет расти в России? То есть такой разброс по регионам, что происходит в стране? Да я вот готовыся ответить на предыдущий вопрос. Если можно, просто один комментарий по поводу того, что мы говорили, о том, где работать, как диверсифицироваться, и мне как представитель вообще глобальной компании, работающей в 180 и больше 180 стран мира, безусловно, мы видим перспективы и плюсы совершенно различных и в плане тех компетенций, которые мы можем использовать из одного региона в другой и в плане консолидации каких-то операций, которые мы можем более эффективно использовать для нужд разных регионов. И я думаю, что у операторов тоже примерно такая же. Вот тогда помимо самой стандартной, что называется, когда они смотрят на вообще риски и доходность, и перспективы тех временных операций, развивающихся рынок и более стабильность. Но что касается покупательной доступности, вопрос потребления России, регион, центр. Ну, безусловно, Москва – это ни для кого не секрет. Для нас всегда это такой бенчмарк, когда мы смотрим, в каком состоянии находится индустрия в России, и отдельно смотрим на Москву. Ну и Питер, наверное, тоже. Нужно захватывать. Конечно, это приоритет. И сейчас, насколько я знаю, приоритет с точки зрения развития инвестиций, и вот именно в кризисное время, конечно, Москва, которая занимает, я думаю, по оценкам, 35% всех доходов, будет приоритетной. Но при этом, например, мы ожидаем там прихода Телли-2 в этом году, и, соответственно, покупательная способность, конечно, сильнее, но цены, видимо, будут не так быстро расти. Нет, ну, конкурентная среда развивается с приходом новых игроков. Ну, все не обязательно это означает, так сказать, тотальное падение. Я думаю, что это благоприятно послужит развитию рынка за счет того, хотя бы, что стимулирует какие-то новые предложения со стороны уже существующих игроков. И я хотел бы, может, немножко не согласиться с Евгением, когда мы говорили о стагнации, немножко пессимистичный взгляд на российский рынок, российскую реальность. Я уже с этим сталкивался несколько раз, когда мы говорили о том, что да, рынок насыщен, да, мы говорили, что связь 3G, вот уже все, мы насытили, дальше идти некуда. Мы просто можем провести параллель с тем, что происходит, опять же, в мире. Если у нас сегодня, да, мы говорим о каком-то доступности сетей 3G, да, и каком-то развитии сетей LTE, все равно еще до того уровня, который, например, в Соединенных Штатах, где мы видим ведущие операторы уже по напряжении многих лет демонстрируют рост порядка 7% в год, стабильный, за счет того, что они инвестируют, за счет того, что они развивают именно сети шокополосного доступа, LTE в среднем у Ryzen, например, там пропускная способность 19,6, по-моему, да, негабит в секунду. Ну, где вы видели в России? То есть это можно в теории, конечно, предположить, что да, у нас где-то есть, но там в среднем. И рост доходов, безусловно, мотивируется тем, что контент доступен в хорошем качестве, и мы это увидим здесь в том числе. Ну, дай бог пройдем этот кризис и сможем продолжать цикл развития. Поэтому я смотрю оптимистично, и с точки зрения умельчения, что называется, арту на российском рынке, я тоже думаю, что есть перспективы, потому что у операторов тоже ведь все не заканчивается на тех пакетах и тех предложениях, которые сегодня мы видим в России. Пойдет дальше развитие в новой области, и необходимо рассматривать уже сегодня, да, то, что мы видим в видео, и OTT-сервисы в качестве как бы единого пакета, и операторы идут в платежные системы, мы видим тоже какой-то источник доходов, и количество устройств, которые будут генерить арту, да, арту как считать, про-юзер на каждого человека, если в тех же штатах 2.8 устройства, да, в среде подключено на одного человека, каждый генерит какой-то... Каждый устройство, да, обычно считаете, про-юзер. Да, про-юзер, соответственно, увеличение будет даже за счетом. Поэтому, ну, я оптимист. Ну, вот, кстати, у Триколор арту-то существенно выше, если я не ошибаюсь, да, то есть у вас все порядка 800 рублей на человека, где-нибудь 100 рублей на человека арту. Да, у Триколора существенно выше, если сравнивать месячное арту операторов и годовое Триколора. Триколора, да, поэтому мы здесь... То есть, как бы вам далеко все, то есть вы уже за дном там где-то постучали. Что же вы тогда будете делать? Мы будем расти. Мы будем расти. Вот как раз, когда речь заходит о диверсификации, диверсификация очень сложная штука. Дело в том, что, ну, для того, чтобы диверсифицироваться, прежде всего, наиболее выгодная диверсификация, это когда вы утилизируете в большей степени тот ресурс, который у вас есть, да. Это либо какие-то компетенции, которые у вас есть уникальные, вы можете их перенести на другой рынок и на этих компетенциях заработать там. Если у вас есть бренд, который признаваем во всем мире, и вы на этом бренде можете построить бизнес в другой стране. Если у вас есть технология, которая трансгранична, и вы можете ее использовать как здесь, так и там, идеальная вещь для диверсификации. Но если говорить вот про наш бизнес, надо понимать, что в том числе у диверсификации есть и обратная сторона медали. Да, диверсификация требует усилий менеджмента, она размыливает, размывает фокус менеджмента. Менеджменту приходится фокусироваться на разных странах, с разными культурными особенностями. И как бы вот здесь всегда надо как-то искать золотую середину. Поэтому вот в случае с нашим рынком, и хорошо, что вы задали вопросы про наш арбум, мы видим возможности для дальнейшего развития, для дальнейшего развития нашей услуги в России. У нас еще все впереди. У нас еще впереди и гибридное телевидение, и TV-вриве, и функции второго экрана, и OTT, и видео-н-демант. В общем, у нас еще огромные возможности, большие перспективы, поэтому мы пока видим для себя скорее возможности в диверсификации продуктовой, нежели в территориальной. Мы не хотели бы размывать фокус, мы бы хотели сосредоточиться на России, предлагать в России большее количество услуг, сервисов, и увеличивать за счет этих услуг и сервисов доход с одного абонента. Спасибо. А как раз правильно был задан вопрос из зала, напомнили мне, что у вас есть такой вопрос в повестке, собственно говоря, о конкуренции, сколько нужно операторов. Но давайте вот прежде чем мы поговорим о том, сколько нужно операторов в России, послушаем о западном опыте. У нас есть специальный гость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин